Здравствуйте, меня зовут Александр Форсаков, я мастер фонтанного дела, фонтанный мастер. Мы сейчас с вами спустились в гроты. Гроты это искусственные помещения, которые напоминают пещеру. И именно здесь у нас происходит действие, происходит вся работа фонтанной команды. То есть это именно то за кулисе, куда у нас не попадают обычные туристы, куда у нас не направлен взгляд посетителей. Здесь мы равняем, мы регулируем фонтаны, здесь мы запускаем их, мы осматриваем водоподводящую систему и делаем это мы в течение всего дня, в течение всего года. Задавайте вопросы, я буду... Значит, в 10 утра вы какой-то вентильный, наверное, прозвольте, да, если вы запускаете? Могу рассказать про распорядок дня фонтанного мастера. Мы приходим в 8 часов утра, с 8 часов утра до 10, до запуска фонтанов, мы наблюдаем и поддерживаем чистоту территории. То есть, допустим, мой объект, это объект центральный, от Большого дворца до Пинского залива, вся центральная часть моя. Все 22 бассейна морской аллеи, верхняя, нижняя терраса, фонтан-корзина, каскады, самсон с педесталом, это мраморные поверхности, поверхности крашеные, которые из-за воды, из-за органики начинают желтеть, зеленеть. Мы ухаживаем, мы их чистим механически, используя мойки высокого давления, это все мы делаем до 10 часов. Позже у нас происходит запуск фонтанов. Запуск фонтанов происходит с нескольких точек. Часть фонтанных мастеров идут за Большой дворец, где у нас находятся квадратные пруды-накопители, от которых питается Большой каскад, фонтан-корзина, морская аллея. И я, конкретно начальник смены, нахожусь на нижней террасе, включая фонтан Самсон, центральную струю, самую высокую струю Петерблока и его педестал. Наша задача утром сделать максимально плавный торжественный запуск. Раньше мы это делали под музыку и под определенные аккорды у нас включались определенные фонтаны. То есть фонтанные мастера, находясь в разных точках парка, должны последовательно начать крутить фонтанный ключ, который выглядит как Г-образная труба металлическая. Причем должны это делать с определенными временными задержками, чтобы вода, которая идет по разным путям, дошла до точки нижнего парка в одно и то же время. Тогда люди, которые находятся внизу, увидят вот эту плавную торжественную картину, когда фонтаны набирают свою высоту без рывков, без каких-то вот таких вот эксцессов, когда одна сторона идет быстрее другой. Вот это наша главная задача утром. В течение всего дня фонтанный мастер находится в дротах, либо в похожих помещениях и следит за правильной работой фонтанов. У нас никогда не бывает, что мы запустили фонтаны и весь день они работают идеально. Нет. Каждая из струй фонтанов, она может настраиваться. Допустим, если мы работаем с каскадами, каждая фонтанная струя должна соответствовать по высоте другой фонтанной струи. То есть они у нас все должны быть более-менее одинаковые. Если это фонтан-корзина, мы поддерживаем плетение фонтана-корзины, где-то мы делаем каскадные струи. Но все время в течение дня фонтанный мастер следит за этим и, общаясь по рации с другим фонтанным мастером, мы это выравниваем, мы это регулируем. Вот эту вот работу видит очень малая часть посетителей, но все равно вот эта историческая часть, когда фонтанный мастер своими руками в течение дня где-то с помощью вентиля или небольшого фонтанного ключа, вот эта вот часть, она сохранена. То есть у нас нету каких-то насосов, у нас нету систем очистки, мы не используем подготовленную воду, вся вода у нас идет естественная. Из ручейков, родников, из речушек мы ее собираем в наш водовод и уже распределяем по фонтанам с помощью прудов-накопителей, с помощью отдельных каналов. То есть вот эта вот суть Петровская, используя простой закон Архимены, используя перепад высот, вот эта вот суть, она осталась неизменной. Также и наша работа осталась неизменной. Остались те же самые задвижки, те же самые вентиля, частично они были поменены, частично были изменены материалы фонтанных труб. Но сама вот эта задумка, идея за три века, она не изменилась. А этот вентиль вот для чего, который перед вами? Допустим, вот этот вот вентиль, он у нас регулирует фонтан-ракушка. Это фонтан, который находится на каскадной ступени, и рисунок ее напоминает ракушку. Когда вода струи попадает в мраморную плиту, вода начинает изливаться вот таким вот веером, как небольшим полукуполом. И с помощью вот такого вот вентиля, поворачивая его против часовой или по часовой стрелке, мы изменяем высоту струи. И в течение дня вот таких задвижек, к которым притронется фонтанный мастер, может быть, могут быть сотни. И в течение дня постоянно идет под настройкой. Чуть-чуть опустил, чуть-чуть поднял. Мы ориентируемся на ветер, мы не хотим заливать посетителей, если фонтанные струи работают слишком высоко. Мы ориентируемся на какие-то изменения в уровне воды в прудах за большим дворцом. То есть постоянно вот эта вот небольшая работа, она происходит. А у них это самая верхняя на каскаде, она самая первая. Да, ракушечка, она на самой первой ступени, вы ее можете все видеть. Скажите, а... Это струи из твоей луки? Да, вот мы можем увидеть зеленую трубу. Эта труба, вот эта большая чугунная труба, она ведет воду ко всему восточному каскаду. Вот прямо над нашими головами сейчас находятся фонтанные струи. Прямо сейчас над нами. А вот эти вот серые трубы, они из свинца. Это материал мягкий, материал пластичный. Мы можем обойти различные арки, колонны под каскадом и довести воду уже конкретно к каждой струйке. И вот такой вот задвижкой мы можем регулировать соправильно каждую отдельную струйку. Мы можем выстраивать вот эту нашу геометрию. Скажите... И точно за каждую систему на западном каскаде, да? Да, абсолютно верно. На западном каскаде мы спустимся, там будет симметрично точно такой же грот, точно такая же распределительная система. Это один человек внизу, а другой наверху, и вы по телефону общаетесь. Как это регулируют? Все правильно. Если раньше фонтанные мастера регулировались, используя смотровые окошки, перекрикиваясь, переговаиваясь, сейчас это происходит, используя рации. Но все равно задействуются все те же два фонтальных мастера, один снаружи, наблюдая вот этот вот рисунок, говоря второму мастеру повыше, пониже. И вот так в течение всего дня. Продолжение следует...